здравствуйте дорогие зрители мы снова в фитнес клубе xfit с вами я анастасия кужлева и мой великолепный тренер александр качешов сегодня у нас третья тренировка саш скажи пожалуйста что мы сегодня будем делать да сегодня мы поработаем в петлях террикс значит мы сделаем немножко разнообразен наш тренинг вспомнила у нас был стрессовый день тяжелыми упражнениями с тяжелыми весами а второе день мы работали с периферией более просто и сейчас мы сделаем круговую тренировку а так как сейчас очень распространенная допустим если мы зайдем в какой-нибудь соцсети упражнения вернее тренинга круговой на жиросжигание мы немножко изменили нашу методику но круговой тренинг мы проведем в петлях у тебя даже на футболке написано террикс подготовился я смотрю на тренировки замечательное оборудование которое нам сегодня поможет хорошенько поработать что мы сейчас будем делать потому что я знаю что в терриксах очень много можно упражнений сделать от подтягиваний заканчивая отжимания на одной ноге довольно разнообразный тренинг получается в петли действительно мы постараемся сейчас подобрать самые не тяжелые упражнения и будем выполнять круговую тренировку фактически без отдыха либо будем отдых давать примерно до 30 секунд опять же по самочувствия может быть и больше а вот и уже после каждого круга мы сделаем 4 круга 45 кругов и после каждого круга мы будем отдыхать в районе двух трех минут для того чтобы полностью восстановиться после круга плечи прижимаем корпусу ноги фактически параллельно на ширине плеч и опускаемся вниз выполняем движение с прямой спиной хорошо да опускаемся примерно до параллели поднимаемся вверх на выдохе хорошо петли все время натянуты это одно из правил террикс хорошо на выдохе поднимаемся замечательно опускаемся вниз поднимаемся хорошо какие ощущения насти что чувствуем хорошо мы стараемся как можно меньше работать руками как можно больше включать работу ноги опираемся в большей степени на пятку то есть у нас полная стопа опять же прилегает полу не отрываем носки но в большей степени мы стараемся опираться на пятки и прямой спиной поднимаемся вверх можем опускаться чуть ниже хорошо если нет никаких ограничений с уставами с коленом можно опускаться чуть ниже параллели с полом руки у нас выпрямляются настолько насколько это нужно когда мы опускаемся вниз главное в этом положении мы сейчас следим за положением спины опять же мы следим за нейтрали второе правило террикс это нейтраль мы всегда при всех упражнениях соблюдаем нейтраль а нейтрали мы уже разговаривали в предыдущих тренировках и даже выполняли упражнение замечательно отдохнем значит в этих упражнениях мы будем выполнять от 15 20 повторений соответственно мы не должны терять технику это упражнение функциональные они сложные то есть нам нужно везде держать нейтраль этим они сложны то тем что петли нестабильны и у нас там у нас появляется в отличие от тренажеров много степеней свободы то есть мы можем работать и так и так и так во всех степнях свободы с петлями давайте тренажеры где мы просто сели и по одной траектории отработали в одной плоскости замечательно следующее упражнение которое мы будем выполнять это тяга или горизонтальные подтягивания а значит упражнение действительно напоминает нам подтягивания целевые мышцы мышцы спины также как синергисты будут включаться в работу мышцы рук бицепса действия повышением сложности упражнения будет зависеть угол наклона то есть чем меньше угол наклона тем нам тяжелее если чувствуем при выполняем упражнение что нам очень тяжело становится мы уменьшаем угол наклона вернее увеличиваем угол наклона увеличиваем да из такого положения мы выполняем подобные тяги которые мы выполняли в тренажерах горизонтальные подтягивания соблюдаем нейтраль и включаем мышцы спины сводим лопатки плечевой пояс уходит назад разгибается плеч на выдохе поднимаемся вверх на выдохе выполняем горизонтальные подтягивания а рукоятки чуть-чуть можно ниже груди опускать да хорошо и плечевой пояс максимально уводим отводим назад сводим лопатки и удержим нейтраль замечательно какие ощущения может спины включаются работу руки трясутся руки тоже нагружать да но момент такой мы можем опять же облегчить себе и больше больше степени включить мышцы спины если мы сделаем пол стопы назад небольшой шаг назад здесь мы тоже выполняем 15 20 повторений все упражнения будут в 15-20 повторений хорошо отдохнем отжимания очень сложное упражнение очень внимательно сейчас слушаем и повторяем значит здесь мы не делаем сразу маленький угол начинаем с большого угла потому что нам очень важно в этом положении удержать нейтраль третье правило которое мы будем который мы должны соблюдать это то чтобы петли не касались рук и корпуса есть то есть помним от те что мы уже перечислили мы соблюдаем нейтраль позвоночник во всех упражнениях это раз второе второе значит петли второе правило петли всегда натянута на то есть они к не провисают третье правило мы не касаемся петлями корпуса то есть не головы не корпуса не рук в таком положении идеально ровно макушку вытягиваем выполняем отжимания для нас будет сейчас достаточно амплитуда так чтобы мы опускаемся до уровня когда плечи в одну линию на плечи образуют одну линию соблюдаем нейтраль корпус ноги голова в одну линию есть и соответственно предплечье параллельно друг другу неплохо но то стараемся да то стараемся не оттопыть что было чтобы сейчас мы получше выровняли наше положение корпуса мы можем сделать чуть-чуть небольшой шаг вперед небольшой шаг вперед да да не надо низко опускаться мы низко не опускаемся хорошо руки до руки в одну линию обрати внимание сейчас ты касаешься петлями рук мы чуть-чуть поднимаем мы чуть сгибаем плечом чуть-чуть сгибаем плечом отлично меньше не выполняется хорошо низко не опускаемся и таз у нас чуть уходит назад вот видишь как получаешь ты нагибаешься да нам нужно в одну линию держать корпус и ноги хорошо в одну линию пятки отрываются да это нормально но опять же голову мы не мы не сгибаем до шейный отдел не сгибаем и не разгибаем в одну линию стараемся держать хорошо проваливаешься сейчас сильно провалишься поэтому можно подойти еще вперед поменьше опускаемся да то есть так чтобы плечи были в одну линию стараемся не проваливаться и соответственно не разгибаем голову назад подбородок чуть на себя хорошо то есть это тоже правило что мы удерживаем нейтраль чуть-чуть таз отопыриваем нет его наоборот нужно ниже опускать да таз вот-вот-вот-вот-вот оставь тогда в одну линию и опускайся все хорошо как только петли чуть повыше плечи поднимаем да чуть загибаем плечи вот но сейчас у тебя 30 включается конечно сейчас у тебя таз уходит на 5 на 5 же назад нам нужно создать нейтраль да вот такой сильнее опускайся чуть меньше опускай себя хорошо вот сейчас лучше молодец выполним еще два повторения подбородок чуть на себя не забываем про нейтраль замечательно на четвертое упражнение нашем круге упражнение на ноги это будет фронтальные выпады из положения нейтрали плечи прижаты корпуса петли натянуты мы делаем выпад фронтальный в одну сторону возвращаемся и вы по другую сторону обрати внимание когда я делаю выпад сторону 3 сустава в плоскости тазобедренные коленные и соответственно голеностоп ни в коем случае нельзя а терять соозность суставов в таком положении выполнять опять же мы сначала выполняем упражнение медленно а потом чуть-чуть можно прибавить темп стоп ближе сразу подходим сразу ближе ближе подойдем еще петли натягиваем плечи касается корпуса нет ноги чуть назад ноги прям чуть назад да и встань ровно вот натяни петли так чтобы руки были прижаты корпус есть положение нейтрали все начинаем выполнять поехали отлично выпад другую сторону следим за соосность суставов до чтобы у нас все суставы были в одной плоскости хорошо на выдохе выполняем подъем то есть если нам тяжело выполнять упражнение мы сначала выполняем его не в полную амплитуду мы можем понять в половину амплитуды и постепенно увеличить амплитуду насти комфортно тебе выполнять упражнение руки можешь сгибать больше если ты ниже опускаешься то есть нам пока тяжело мы амплитуду делаем чуть меньше потом увеличим амплитуду амплитуда в чем приседе но опять же да если мы есть нам комфортно да 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 то есть мы приседаем фактически до параллели с полом можем чуть ниже присесть хорошо ну что отдохнем сейчас мы чуть-чуть сначала плечи поднимем вверх подбородок чуть на себя хорошо петлями не мы не должны касаться головы как только мы касаемся голову мы сразу поднимаем плечи чуть вверх здесь мы соблюдаем нейтраль корпуса корпус в одну линию с ногами есть хорошо теперь мы начинаем выполняем сгибание сгибание нет 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 сгибание наоборот в сгибание предплечь вот так вот в голове да 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 чуть ближе подойди чуть ближе мы стараемся как будто бы падаем вниз без сгибания в забедренном суставе до разгибаемся до конца и разгибаем до конца руки разгибаем до конца хорошо подбородок чуть на себя еще вот замечательно замечательно плечо на месте остается да и теперь начинать сгибать так еще выполним три повторения молодец вот сейчас уже улучшил свою нейтраль и четко работают у нас трицепсы ну и конечно стабилизаторы шестое упражнение в петлях мы выполняем на бицепсе опять загружаем руки а значит из положения руки вытянута мы выполняем подъем в петлях сделаем петли таким образом чтобы они не касались лба не мешали нам здесь опять же следим за нейтралью петли выше головы а значит какие есть характерные ошибки мы зачастую пытаемся головой достать до строп то есть голова на месте нейтраль мы всегда удерживаем руки идут голове а не голова к стропам сейчас будет тяжеловато может быть чуть назад вернемся чуть назад насти там чуть-чуть да опускаемся вниз руки поднимаем чуть выше да и начинаем выполнять сгибание бицепс чуть выше чуть выше выше голову да вот так отлично и в максимальную амплитуду руки максимально близко к голове до максимальная амплитуда удержим метраль хорошо выполняем на выдохе если тяжеловато мы еще отойдем назад немного сделаем пол стопы назад хорошо выполняем и стараемся смотри какой момент у нас сейчас лучше запястный сустав обратите внимание чуть-чуть переразгибается мы должны удерживать да лучше чуть согнуть на себя чем переразгибать его да если опять же нам тяжело мы еще отходим назад либо меняем упражнения хорошо плечи плечи стараемся держать неподвижно и как можно ближе к голове да без прогибов поясницы хорошо да с нейтралью все довольно таки неплохо у нас к пятому упражнению к пятому упражнению да постепенно но представляешь к пятой неделе как улучшить наш нейтраль корсет у нас будет сильным и позвоночник будет в безопасности хорошо и локти тоже правильно я понимаю не разводить никуда локти не разводим да локти не разводим в одной плоскости работаем замечательно ну что отдохнем замечательно мы сделали шесть упражнений выполнили один круг таких кругов мы сделаем 4-5 кругов то есть между кругами будем делать отдых в районе трех минут отлично да если опять же с прогрессией с каждой недели мы можем сокращать отдых допустим до двух минут там две с половиной там две будем отдыхать то есть как нам будет комфортно насколько мы будем быстро восстанавливаться вот таком ключе будем работать с пятыми это была наша третья тренировка спасибо большое Саше спасибо 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 спасибо